Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назари. Сегодня хотелось бы поговорить о том, как противники церкви зачастую представляют церковь как институт управления и одурманивания людей, что в церкви нет свободы и торжествует мракобесие, и зачастую вере противопоставляют науку. Насколько правдивы данные обвинения в адрес церкви, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, директором некоммерческого фонда «Детский епархиально-образовательный центр» Иреем Дионисием Левиным. Дианисий, здравствуй! Отец Назарь, приветствую! Здравствуйте! Вот недавно был проект на Ютубе, где пригласили несколько священников, и среди них пригласили двух людей неверующих, атеистов. И, значит, священники должны были найти двух неверующих людей. Там священники все сделали филигранно, сразу вычислили первого атеиста неверующего и потом второго, прям моментально. И вот когда одного из неверующих вычислили, он сказал такую фразу, говорит, «Я атеист, я неверующий, и вообще я считаю, что религия – это инструмент управления людьми». Ну, я прям вот дословно сейчас не переведу, но это был вот его такой первый главный аргумент. И с этим действительно неоднократно сталкиваешься, что человек, который считает себя образованным, таким умным, он вот этот аргумент как бы выдает как один из первых. Да, это просто для того, чтобы управлять толпой. Насколько вот это правда, отец Дианисий? И как можно вообще на это ответить? Хочется спросить тебя, а ты как сам думаешь? Ну, мы должны понимать, что этот вопрос, он не имеет однозначного ответа. То есть можно было бы сказать, что нет, это не так. Ну и в ответ тебе привели бы миллион примеров, что «А вот это, как тогда на это реагировать?» «А вот на это, как тогда реагировать?» Да, то есть мы должны все-таки понимать, что с одной стороны Христос пришел на землю для того, чтобы, победив смерть, открыть людям врата рая и дать возможность человеку вновь быть с Богом и вновь иметь этот путь обожжения и достижения святости. Это главное, что сделал Христос, придя на землю. Дальше Христос возносится на небо и через какое-то время заканчивает свой земной путь апостолы. Но уже даже при апостолах церковь начинает превращаться в земной институт, который имеет насущные проблемы. Давайте вспомним, как были избраны диаконы. Зачем они вообще были нужны? Потому что в какой-то момент в церкви возникла конфликтная ситуация, что определенная группа лиц недополучала с общего стола пропитание и там на различные нужды, средства, продуктов и всего остального. Там вдовицы были притесняемы. Апостолы сказали, что мы не хотим этим заниматься, мы хотим проповедовать. Давайте выберем людей, которые будут этим заниматься, заниматься хозяйством, то есть управлением. Это управление? Да, это управление. Говорил ли об этом управление Христос, придя на землю? Нет, не говорил. Нужно ли это управление в церкви? Нужно. Поэтому вот этот вопрос, он многогранный, многосторонний, и нужно просто понимать, от каких перегибов мы должны себя беречь внутри церкви. Один из моих любимых примеров, который я очень люблю приводить, когда в годы феодальной раздробленности князья враждовали друг с другом, и преподобный Сергий Радонежский ходил из одного княжества в другое и мирил князей. И в первую очередь он обращался к ним как к христианам, увещевал и уговаривал, объяснял, что это братоубийственная война, что это не просто братоубийственная война, что это убийство православных православными, что мы все один народ, что надо объединиться, что нужно прекратить эту вражду. И когда в очередной раз его очередной князь не послушался, он просто закрыл в этом княжестве все храмы. Просто запретил отпевать, крестить, венчать. И мужики пришли к дому князя и заставили его послушать преподобного, потому что для людей это была катастрофа. В западной церкви, кстати, это происходило регулярно. В русской церкви это определенный нонсенс. И тут можно даже поспорить, насколько имел право преподобный Сергий так поступать в силу отсутствия власти епископа в этом княжестве. Да, он был просто игумен другого монастыря. Но его харизма, его вот это вот такая вот, ну, такое религиозное духовное лидерство, да, то, что люди его любили и прислушивались к нему, он это использовал для того, чтобы надавить на князя. И чтобы тот прекратил эту междоусобицу и братоубийственную войну. Управление это, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, не совсем, да, вот, тут и проповедь в определенном смысле. Поэтому вопрос неоднозначный и ответа на него прямого нету. Но нужно четко понимать, что быть верующим ты можешь, ну, абсолютно личностно, абсолютно индивидуально. Тебе не нужно иметь какой-то, там, партбилет, чтобы быть православным христианином. Вот это очень важно понимать. Что ты можешь быть максимально далек от всех институтов церкви, если тебя что-то где-то не устраивает. Да, то есть тебе, чтобы быть верующим христианином, причащаться, молиться, участвовать в жизни церкви, не обязательно быть внутри каких-то структур. Ну, не хочешь ты, там, да, быть внутри каких-то систем, быть вот на чем-то завязанном. Ну, пожалуйста, быть просто простым прихожанином какого-нибудь отдаленного прихода. Приходи, исповедуйся, причащайся, молись, читай Евангелие. Тебе никто это не запрещает. Хорошо, отец Дениси, ну, вот здесь упор, скорее всего, делается именно на то, что верующий человек, ну, скажем так, не дружит с головой, что он отвергает разум, отвергает логику, и идет именно вот такое противопоставление веры и науки, что церковь — это темнота, это мракобесие, и, как бы, ну, уже это должно все остаться было в прошлом веке. Честно, мне кажется, что это сейчас все в меньшей и меньшей степени, потому что, мне кажется, это больше так для того, чтобы немножко шоу какое-то создать, да, вот как про то, которое ты упомянул. Мне кажется, что все-таки абсолютное большинство людей уже пришли к пониманию, что религии и науке не противоречат друг другу, они говорят о разных вещах. У Библии нет задачи рассказать про сотворение мира и его развития после того, как он был сотворен. А у науки нет задачи рассказать о том, что будет человеком после смерти, да, и когда, например, ученые пытаются там вычислить массу души, взвешивая человека там до смерти и после смерти, ну, это немножко, вот это немножко мракобесие им попахивает, да, какие-то странные вещи делает, да, человек, называющий себя ученым. То же самое и наоборот, когда мы пытаемся там в Библии найти поэтапные шаги творения мира, рассчитать, сколько это лет, сколько секунд, сколько минут и так далее, и с точки зрения Библии отрицать какие-то понятные, в том числе и эволюционные процессы, ну, это тоже очень странно выглядит. У науки своя задача, да, объяснить то, что можно объяснить с точки зрения материального мира. У религии своя задача показать человеку путь к Творцу, да, поддержать его на этом пути, да, показать ему различные тропиночки, да, в виде разных чинов святости, да, вот преподобный, вот мученик, вот бессребреник, вот, значит, путь девственника, вот, то есть разные пути, вот монашество, да, показать разные пути, разные тропиночки к Богу, поддержать человека на этих тропиночках, но никак не вступать в какое-то противоборство или в противоречие, или в спор с наукой, это же просто разные вещи. Понял. И среди верующих огромное количество ученых. Да, ну, это действительно, на самом деле, почему-то, да, об этом забывать, что там многие ученые действительно были людьми искренне верующими. Абсолютно. И это никак не мешало им делать открытия и даже добыть основоположниками. Ну, это, собственно, к твоему первому вопросу про управление толпой. Управление – это больше про политику. Может быть, политик верующим, может быть. Может быть, политик неверующим, может быть. Но это просто разные задачи, да, то есть у политика свои задачи, у ученого свои, а у религии свои задачи. Хорошо, батюшка. И еще вот на фоне вот этих вот, скажем так, уколов в адрес церкви есть еще такое обвинение, что в церкви нет свободы, что там одни запреты. И как бы в подтверждение этому церковь называет людей раб Божий, рабами. И вот особенно современные всякие психологи и коучи, они любят использовать, скажем так, вот это выражение, что это создание такой рабской психологии, рабского мышления. И что вот вообще современному человеку, ну, вообще-то не очень приятно, да, считать себя рабом, я должен быть человеком свободным. И вот, а церковь – это вот такой институт, который все это навязывает, да еще называет меня рабом Божьим. Или на фоне этого очень часто любят выступать некоторые неоязычники, которые говорят, бьют себя в грудь, говорят, мы дети Божьи, а вы рабы. Вот как это объясняется? Ну, это очень хороший вопрос, и ответ на него тоже очень многогранный. Вот, боюсь утомить, но постараюсь лаконично. С одной стороны, ну, первое, да, что самое, на поверхности, конечно, уже давным-давно не используется формулировка раб Божий. Уже давным-давно на уровне церкви, собственно, в весь Новый Завет мы говорим о том, что мы дети Божьи. И все-таки речь идет о том, что Христос для нас как Отец, и Бог для нас как Отец. И это произошло не потому, что отношение Бога к человеку поменялось, потому что если мы почитаем Ветхий Завет, там, конечно, ну, больше про рабство, чем про сыновь недостоинство. Но дело в том, что человечество меняется. Вот это то, что мы почему-то все время забываем. То есть нельзя двухлетнему ребенку объяснить что-то, как ты это объяснишь 18-летнему. И 18-летний не поймет что-то, что поймет 52-летний человек. Это очень важно. Человек меняется. Бог не изменен, а человек меняется. И поэтому с двухлетним ребенком мама будет говорить вот так, с 18-летним вот так, а с 52-летним по-другому. И то же самое Господь. Он с Ветхозаветным человеком говорит на одном языке. С Новозаветным человеком он говорит на другом языке. И действительно, если бы сегодня, в 21 веке, Бог пришел бы говорить с людьми так, как Он говорил, например, с Ветхозаветным человеком, наверное, мы бы его не поняли. Потому что меняется человек, потому что меняется восприятие мира, меняется возможность и способность принимать то, что ты слышишь извне. И поэтому Бог говорит на том языке, на котором люди Его способны понять. И поэтому, когда мы говорим про проповедь Христа в Евангелии, мы должны очень четко понимать, что Христос говорит на понятном для Его слушателей языке. Он говорит с ними так, чтобы они Его поняли и услышали. Поэтому для нас многие вещи в Евангелии нуждаются в толковании, в трактовке, и в переводах, и в более конкретных переводах. Это первое. Поэтому, конечно, все-таки мы в Новом Завете говорим о том, что Бог к нам относится как к детям и вводит нас в это сыновье достоинства. Что же касается запретов, нельзя сказать, что их нет. Другое дело, что эти запреты, они все-таки для человека лишь инструмент совершенствования. Есть какие-то очень понятные запреты, которые больше не разделяют людей, а отделяют человека от животного мира. Это заповеди Ветхого Завета. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и так далее. Что они делают? Они просто отделяют, они проводят черту между животными и человеком. Ты человек, поэтому пусть обудет семья. Не бегай, как собачка под кустиками. Ты человек, поэтому не убивай того, кто тебе не угоден, а просто уйди от него в другую сторону. Ты человек, поэтому не ври в угоду себе. Будь в человеческом достоинстве. То есть эти запреты, они скорее просто отделяют от животного мира. Дальше есть заповеди блаженств, и они показывают направление к совершенствованию. А что нужно делать, чтобы быть не просто человеком, а стать святым? Нужно победить в себе страсти. А как это сделать? Ну попробуй попаститься. Не хочешь не пастись, да? Но если ты христианин, и цель твоей жизни, святость и обожение, мы тебе предлагаем какие-то инструменты. И апостол Павел шикарно об этом говорит. Он говорит, все мне возможно, все мне дозволено, но не все мне полезно. Могу ли я в среду и пятницу есть мясо? Могу. Полезно ли мне это будет? Полезно ли мне будет забыть о том, что церковь установила эти дни в память о страданиях, которые претерпел Христос? Наверное, нет. Наверное, полезнее будет научиться быть солидарным в эти дни со своим учителем и наставником. Полезно ли мне будет в эти дни не есть мясо, но пить водку, которая по сути своей постный продукт? Тоже не полезно. И тут мы выходим за рамки фарисейства, то есть за рамки буквоедского отношения к определенным, в кавычках, запретам, да? Мы понимаем, что мысль, которую вкладывает в эти запреты церковь, она значительно шире. Она не в том, чтобы что-то человеку запретить, она в том, чтобы человека научить. И чтобы, научившись, человек добровольно этого хотел. Вот переведусь немножко на очень близкую мне тему школы, да? Сегодня, к сожалению, большинство школ отбивают у ребенка желание учиться. И в этом смысле противоречат главной функции, которая заложена в школу. Воспитать у ребенка желание учиться. И вот в церкви то же самое. Очень важно войти вот в эту церковную жизнь так, чтобы у тебя возникло желание себя от чего-то ограничивать. Желание читать Евангелие, желание причащаться, желание поститься, а не отторжение от всего этого. Вот это сложно. Поэтому ответ неоднозначный. Денис, еще один такой стереотип есть, что в церкви очень уныло. Что верующие люди, это люди грустные все время, поникшие и вдобавок ко всему злые. Это они просто на концерте моей молодежной группы не были. Поясните. Ну это шутка. Ну нет, конечно, никакого уныния, никакой скорби в церкви нет. Есть хорошая, красивая, яркая жизнь, которую человек обретает в церкви. И красивые, яркие, я бы сказал, даже сочные смыслы, которыми наполняется жизнь человека в церкви. Наоборот, без церкви у человека порой уныние. Ты вот начал разговор сегодня с того, что вспомнил какие-то на ютубе шоу, вот мы с тобой вспоминали отца Павла Островского. Вот он рассказывал о потере смыслов и о том, как он их пробовал обрести именно в церкви. Да и много других примеров можно привести. Именно в церкви человек обретает смыслы. А смыслы дают краску жизни. Ты не задумывался, почему Христос пришел именно в тот момент, в который он пришел на землю? Потому что именно в тот момент на земле было максимальное уныние, вот в том обществе, в которое он пришел. Потому что римская языческая идеология, подкрашенная идеологией Древней Греции, не давала молодежи смысла жизни. И историки говорят, что в тот момент, когда Христос пришел на землю, это был момент наибольшего количества самоубийств среди молодых римских людей. Потому что они просто не видели смысла в этой жизни. Потому что они попробовали все, у них было все. Гладиаторские бои, женщины, власть, империя, солдаты, рабы, зрелища, все что угодно, смысла не было. И потом пришел Христос. И одни из первых за ним пойдут знатные женщины. Одними из первых за ним пойдут философы, и в том числе знатные люди, в том числе и из римских язычников. Потому что они для себя увидят нечто большее, чем просто потребление в этом мире. Поэтому наоборот, церковь дает красоту, церковь дает понимание, церковь дает осмысление. А уж каких-то внешних форм в церкви хватает. И молодежные группы, и встречи, и прогулки, и поездки, и общество, и всевозможные игры, и туризм, и все, чего только хочешь. Но это не главное. Главное, что в твоей жизни появляется смысл, и от него красота, радость и краски. Денис, ну раз уж мы поговорили о различных стереотипах, связанных с церковью, то, я думаю, невозможно не поговорить о некоторых стереотипах, которые, конечно, связаны со священниками. И вот есть такой стереотип, что... И об этом, кстати, в свое время говорил отец Олег Стеняев, когда он ездил с миссией в Чечню, когда вот там была чеченская... То есть была война в Чечне. И там вот, когда его на КПП остановили, и там как бы уже развязка, я не буду полностью всю эту беседу рассказывать, можно его послушать, как он сам живо и интересно рассказывает. Но там был такой момент, что его вот этот вот чеченец, который там остановил на границе, он говорит, что тебя никто не тронет, что там... Мы знаем, что ты священник, тебя никто не тронет. И он, значит, уже так как бы принял немножко для храбрости, но он переживал, осмелел, говорит, а почему вот вы там кого трогать, меня не трогаете? Он говорит, ну, потому что, говорит, ты настоящий священник, ты, говорит, пьяный, наглый и толстый. То есть и вот... И до сих пор вот есть некие стереотипы такие священника, что священники все толстые, священники крайне наглые, то есть высокомерные, не терпят критики в свой адрес, то есть невозможно поступиться. Ну и, наверное, один еще распространеннейших стереотипов, что священники, да, там все на Мерседесах ездят. Но мы об этом как бы вкратце уже поговорили в прошлом выпуске. И пьяные еще к тому же ездят. Вот что можно на это сказать с этой Дионисией? Я могу сказать, что священник действительно по этим трем позициям находится в зоне наибольшего соблазна. Это очевидно. То есть очевидно, что вокруг священников... Ну, в доступе у священников всегда есть алкоголь. И священник, как и любой другой человек, если он имеет слабость и встает на этот путь, он может действительно подпасть под эту проблему. Но сказать, что это проблема только духовенства, ну, нельзя. Поэтому соблазн есть. Кто-то спотыкается, кто-то держится, кто-то спотыкается, потом встает. Но нельзя сказать, что это касается всех священников. Что касается соблазна дорогой жизни, мы об этом тоже говорили уже, разумный священник не будет позволять себя в этом упрекнуть. Что же касается соблазнов, то не соблазна, а спекуляции на тему полноты духовенства. Ну, во-первых, полнота полноте рознь. Можно и нас с тобой толстыми назвать. Но мы понимаем, что у священника, особенно у священника, который служит не один раз в неделю, а чаще и при этом еще параллельно ведет какой-то интенсивный образ жизни, связанный с послушаниями, которые он несет, абсолютно не системное питание, и оно далеко не здоровое. То есть вряд ли ты там питаешься брокколи и так далее. То есть, как правило, священники едят поздно первый раз, потому что если ты слушаешь литургию, ты не завтракаешь. И вечером едят поздно, потому что если ты возвращаешься после всеночного бдения, ты достаточно поздно ешь. Понятно, что время поста – это тоже определенное время, связанное с тем, что священник питается… Ну вот, например, я захожу когда в столовую, там сложно с постной пищей. То есть ты там можешь себе макарошек наложить, но это же тоже нездоровый продукт для обмена веществ внутри твоего организма. Но только на это сваливать, конечно, нельзя. Поэтому не все священники толстые. И поэтому это связано не с тем, что священник жирует и только много и вкусно и сочно ест. Наоборот, если бы у священника была возможность, чтобы у него был личный повар, который бы ему готовил еду, он бы питался правильно и наоборот никогда бы не был полным. Вот, например, когда у меня была возможность у нашего прихода содержать храмового повара, чтобы мои сотрудники могли кушать, повар всегда мне готовил овсяную кашу. И я приходил в трапезную после литургии, и первое, что делал – ел овсяную кашу. И это было здоровым питанием. А сейчас у нашего прихода нет денег на то, чтобы содержать повара. Ну, потому что зарплату нужно приличную платить человеку, а проектов очень много. И поэтому мы питаемся как придется. И я в том числе. И, например, утром там не позавтракав, я, скорее всего, еще и не пообедаю, потому что после литургии начинается беготня и много каких-то дел. Вот, поэтому это такой очень странный стереотип. Ну, а что касается наглости, ну, вот это, наверное, самый справедливый упрек, укор. Действительно, особенно священники, которые обличены каким-то дополнительным послушанием, властью, настоятели, руководители каких-то проектов. Я по себе это порой замечаю и всегда каюсь в этом. Вот, как мне один раз сказали мои сотрудники, батюшка, ваш взгляд из боковой алтарной двери, он нам очень о многом сразу говорит. То есть, ну, действительно, порой ты начинаешь вести себя больше как управленец, чем как священник. И забываешь, что от тебя ждут, как от священника. Вот, ласки, внимания, отзывчивости. Вот, и для меня, например, одной из самых болезненных является, когда прихожане говорят, ну, батюшка, мы вас не трогаем, знаем, у вас там дел много там. И вот для меня это прям больной укол, потому что, то есть, значит, я создал вокруг себя такую ауру, что люди ко мне просто даже боятся подойти, хотя им это нужно. И они идут и ищут в другом месте. Вот для меня это болезненно. То есть, это, наверное, справедливо. Наверное, действительно, священники порой забывают о главном, и неважно, есть у этого оправдание или нет, но это, наверное, тот упрек, с которым мы должны работать. И помните, что в первую очередь мы должны являть образ доброго пастыря, который милосерд, ласков и внимателен с каждым, вот, а не взмылен в беготне или в каких-то своих там деспотичных «тако благословляется тебе». Да, то есть, все-таки, ну, наверное, да, наверное, с этим вот главное, с чем нам стоит работать. Спасибо, отец Дионисий, за честную, откровенную беседу. Будем надеяться, что и эти стереотипы не помешают людям находить себе силы, смелость, обращаться к священникам, общаться с ними, знакомиться. Ну и, конечно же, прийти в храм и впоследствии не оставить его. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова